Всем огромнейший привет! И если вы не устали от бесконечных подгузников, влажных салфеток, каких-то детских кремов, то предлагаю посмотреть это видео. В нем я вам расскажу о пустых баночках моего ребеночка, моего сынуля. Ему на днях исполнится 10 месяцев. Не знаю, когда выйдет в свет это видео, потому что предыдущее видео я выложила спустя 3 месяца после съемки, но не в этом суть. У нас сегодня на улице просто проливной дождь, и поэтому если будет гром, гроза, я думаю, вы не испугаетесь. И в самом начале этого видео хочу вас спросить и, наверное, подискутировать с вами на такую тему, как раньше молодые мамочки обходились без подгузников. Я просто не представляю, и я как правильная мама, я понимаю, что ребенку постоянно в подгузниках быть, ну, это, наверное, неприемлемо, как минимум. Я оставляю его на день, на определенный промежуток времени без подгузника. И в итоге у меня машинка стиральная все время стирает, у меня постоянно заняты руки, я постоянно застирываю трусишки. У меня есть младшая сестра, которая родилась, когда мне было 14 лет, и, в принципе, я была таким разумным человеком, когда она росла. И я помню, что она росла абсолютно без подгузников. В то время как-то не было принято покупать подгузники, либо они были очень дорогими, а финансовое положение наше было не очень стабильным. В общем, факт в том, что у меня росла без подгузников. И знаете, в голове не осталось вот этого осадка, что ребенок рос без подгузников, что все время было мокро, все время было все обкакано. Нет, этого неприятного осадка абсолютно не осталось. Но вот факт в том, суть в том, что у меня сестра росла без подгузников, а я не могу вырастить одного единственного своего сыночка без подгузников. То ли мы уже избаловались, то ли ребенок уже приспособился к тому, что у него подгузники, он постоянно сикает, и это не причиняет ему дискомфорта. Ну вот, вот такие вот были пироги, вот такая была ситуация. Я помню, что мы надевали сестре подгузники только для похода в поликлинику и для похода на улицу, и то не всегда. На улицу у нас были подгузники, и мы с мамой и с папой пытались с нее все время снять эти подгузники. Ну, в общем, вот такое было мое предисловие. Напишите, девчонки, что вы думаете по этому поводу. Мы еще при нашем уровне жизни, когда у нас есть стиральные машинки, когда у нас есть подгузники, когда у нас есть средства на то, чтобы приобрести там какие-то подгузники, ухаживающие средства, мы успеваем уставать, и в конце дня, ой, уже нет сил. А я вспоминаю, как жили мы раньше, и понимаю, что мы просто, наверное, избаловались. Конечно же, пустые баночки, это в основном подгузники, и я вас об этом предупредила. Ну, конечно же, это влажные салфетки солнца и луна, которые мы покупаем регулярно, и я уже говорила, что не вижу смысла переплачивать деньги за влажные салфетки, если, конечно, ребенок не аллергичен, и мы покупаем самые дешевые влажные салфетки, потому что бывают такие случаи, когда сын у меня какает до трех раз в сутки, ну, днем, естественно, да, и салфетки у нас вот пачка из 80, из 60 штук улетает просто, я не знаю, за два, за три дня, поэтому переплачивать я смысла не вижу, напишите ваше мнение. Вот такой вот чай для кормящих матерей лактофитол, при недостатке грудного молока такие чаи продолжает покупать мне моя мама, я кормлю грудью до сих пор, и хороший чай, мне кажется, молоко у меня приходит в любом случае, пью я такие чаи, не пью я такие чаи, молоко у меня хорошо приходит, когда мой ребенок плачет, поэтому, да, ну, когда долго-долго сосет грудь. Подгузнички памперс, вот такие вот пятерочка, маленькая упаковка 11 штук, памперс джуниор, будет много таких подгузников, но забегу вперед и скажу, что от таких подгузников мы сейчас отошли, потому что сын стал более активным, и я понимаю, что ему нужны трусики. Через эти подгузники мы сейчас, извините меня, какаем, то есть самое неприятное вещество, да, от которого защищают эти подгузники, оно, ну, как бы просачивается сквозь ножки, в общем, мамочки, я думаю, вы меня поймете. Также вот такие вот влажные салфетки лента в количестве 70 штук, и покупала я их вообще рублей за 50, когда мы были в ленте, в общем, хорошие влажные салфетки, приятно пахли, выгодно, и в следующий раз, когда мы окажемся в ленте, я возьму прям пачек 5, потому что реально выгодно, и абсолютно у нас никакой аллергии на них нет. Так, следующее, что я здесь вижу, это вот такие вот подгузники Huggies, это у нас пятерочка, 11 штук, маленькая упаковка, такие подгузники именно вот в маленьких объемах всегда привозят к нам наша бабушка, то есть моя мама, и что хочу сказать, я сейчас комбинирую подгузники, то есть беру разные трусики, разные подгузники, и комбинирую, чтобы у сына не было привыкания, потому что я заметила, что если надевать подгузники одной марки, то у нас возникает очень такое сильное раздражение, ну, конечно, это раздражение связано еще и с прикормом, связано с тем, что я поем, но вот я заметила, что когда я комбинирую подгузнички, то сын себя чувствует лучше, и вот эти вот Huggies в принципе неплохие, я не могу сказать, что есть такие подгузники, которые вот абсолютно плохие, нет, таких подгузников я для себя не нашла, и мы в принципе не брезгуем ничем, так скажем, вот такие трусики у нас закончились, огромный памперс, это у нас 52 штуки, четверочка, памперс, пенс, трусики, покупала я их в рубльбоме, из-за того, что там просто не было выбора, не знала, что они такие хорошие, и это просто наша любовь навеки, трусики вот такие, памперс, девчонки, они просто идеальные, у них абсолютно нет недостатков, они не протекают, они впитывают, наверное, целое ведро могут впитать, на ночь просто идеально для похода в поликлинику, на улицу, они удобные, и просто обожаю их, буду иметь в виду, и, может быть, на будущее возьму, вот такие трусики, памперс, премиум, кэ, пенс, здесь пятерочка, 20 штук, обалденные трусики, просто очуменные трусики, сейчас у меня еще такая упаковочка, я их использую на ночь своему ребеночку, их просто-напросто обожаю, абсолютно никаких недостатков, они беленькие такие, они большие, они сдавливают немного животик, очень деликатно, и, мне кажется, у ребенка меньше болит животик, но это лично мои такие наблюдения, еще одна упаковочка, упаковочка подгузничков Хаггис, это у нас пятерка, нет, это четверка, 14 штук, тоже, в принципе, такие беру, когда вижу на распродаже, и сейчас они стоят в рубль бум 170 рублей, но, опять же, может быть, эта информация будет неактуальной. Подгузнички Памперс, вот такая большая упаковочка, буду много шуршать в этом видео, сразу предупреждаю, вот такие подгузнички, огромная упаковка, 8,6 штук, здесь 4, четверка, да, 8,6 штук, это памперс, sleep and play, еще раз повторяю, что мы от них отходим, от этих подгузников, в принципе, они неплохие, они хорошо впитывают мочу, но вот с кокольными, извините меня, они сейчас не справляются, мы выбираем трусики, вообще, без разницы, какие, конечно, фавориты, это памперс, ну, естественно, японские тоже трусики, но вот от подгузничков мы отходим от таких, в принципе, за эту цену можно купить какие-то другие подгузники, которые не будут протекать в нашем случае. Либера Dry Pants трусики пятерка с ромашкой алоэ веры, здесь 18 штук, маленькая упаковка, покупала европоль бумб распродажа за 320 рублей, в принципе, небюджетно, я вам так скажу, хорошие трусики, но все трусики Либера жестковатые, ну, вот все, и у них как-то вот есть определенные ограничения по впитываемости мочи, как мне кажется, то есть они вот как-то набухают, 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 и вот становятся такими, такими-такими твердыми, мне кажется, сын испытывает от них дискомфорт, но это лично мои такие наблюдения, поэтому, в принципе, буду брать, но вот то, что вот пятерка и четверка, нет, это, скорее всего, троечка, очень нравится, что здесь пропитка с ромашкой алоэ веры, и что подгузник без ароматизаторов, трусики, то есть, да, в общем, ну, ничего, можно, в принципе, и поносить. Вот такие подгузнички памперс, опять, большая упаковка, 86 штук, четверочка, это наши любимые в прошлом оранжевые памперс, сейчас мы от них отходим, я уже говорила. Еще маленькая упаковка памперс, slip and play, это у нас четверочка, да, четверка, 14 штук, ну, вот о них я уже сто раз говорила. Да, в этом месяце у нас была очень интересная такая покупка, а точнее, эти подгузнички привозила к нам наша бабушка, моя мама, это вот такие подгузники Каспер, честно говоря, у меня до последнего к ним не тянулась рука, здесь 14 штук, здесь это четверка, у меня не тянулась рука, думаю, блин, ну, что это за фирма такая Каспер, ну, как я надену эти подгузники на своего ребенка, но в итоге подгузники просто обалденные, они, в принципе, такие, как хагис, который я вам показывала, вот, даже они намного мягче, что ли, они как-то, они махрятся спереди, у них возникают такие шаварушки, приноски, и эти шаварушки остаются и на паласе, и где-то еще, но, в принципе, по впитываемости, даже на ночь я их стелила, прям могу порекомендовать, отличный такой бюджетный вариант, единственное, я не знаю, где она их покупала, я думаю, где-нибудь в рубль, нет, в рублевом я не видела, где-нибудь в магните, вот так вот я думаю, она их брала, надо будет спросить, хороший подгузнички Каспер, обратите внимание, хагис очередной пакетик, 14 штук, четверка, я о них уже говорила, так, вот такие вот влажные салфетки Honey Kit, тоже для меня такая новинка, здесь большая упаковка, 60 штук, тоже бабушка нам привозила, пахнут, я бы не сказала, что медом, пахнут чем-то таким детско-сладким, хорошие подгузнички, единственное, что они очень маленькие, они тонкие и маленькие, то есть, чтобы вытереть попу ребенка, нужно взять 3 или 2 штучки, поэтому можно обратить внимание, почему бы и нет, по скидочке взять, как разнообразие, против ничего не имею. Вот такое средство закончилось у моего ребенка, это у нас Johnson's Baby пенка шампунь от макушки до пяток, хорошее средство, 300 миллилитров, я о нем говорила в своих зимних фаворитах, что я им тоже пользовалась, это отличный гель для душа, который не сушит кожу абсолютно, он практически ничем не пахнет, ну, чем-то таким детским, да, едва уловимым, буду брать подобные средства своему ребенку, очень понравилось, вот мы им пользовались, пользовались прямо после рождения, ну, естественно, там комбинировали мыло, иногда использовали другие средства, и вот оно у нас закончилось, отличное, отличный просто гель, и для взрослых, и для детей, сын у меня не сыпал от него просто ни разу, кривить душой не буду. Влажные салфетки я самая, здесь у нас 100 штук, они были такие большие-большие, такие толстые, хороший ограничитель, который я люблю, в принципе, если даже такого ограничителя нет, я салфетки все равно беру, если они бюджетные, хорошие, приятно пахнут, и они не тонкие, они такие рифленые, ну, типа 3D, у них такое 3D-полотно, 3D-строение, ну, вы поняли, да, такое рифленое полотно, так, стиральный порошок и коль, вот такой вот, который я использовала, конечно же, не на детское белье, этот порошок абсолютно не отстирывает вещи, покупала я его в фикс прайс, у меня еще одна такая упаковка стоит, она, правда, немного намокла, у нас недавно душ потек, порошок, что хочу сказать, добила я его для стирки там носков, грязного какого-то белья моего мужа, ну, вот, белья там со стройки, белья с улицы, я думаю, вы меня поняли, порошок вообще ни о чем, абсолютно ни о чем, мне кажется, это вот сода голимая, сода с солью, не знаю, в общем, брать никогда не буду, никому не рекомендую, и, ну, просто рука не поднялась постирать вещи ребенка, да, кстати, я этим порошком как-то стирала кухонные полотенца, и я поняла, что я просто потеряла время, и я потом перестирывала все полотенчики, в общем, кошмар, что-то здесь делать, зеленый чай с ароматом лимона, не знаю, что он меня тут делает, здесь 365 дней фирма, это из ленты, знаете, хороший бюджетный чай для лактации, вот почему я положила чай в детские пустые баночки, отличный-отличный вариант, я его пила, аллергии у ребенка не было, и прям рекомендую попробовать. Также вот такие вот подгузнички, и будем заканчивать, наверное, мое видео, видите, оно такое подгузниково-салфеточное, ну, ребенку 10 месяцев, как говорится, чего ты хотела, да, и влажные салфетки памперс, я знаю, что у таких салфеток очень много девочек, которые их любят, очень много любимчиков, нет, эти салфетки, они любимчики многих семей с маленькими детьми, покупала в рубль-бум за 115 рублей, здесь 56 штук, вот мне не нравится их аромат, вот пахнут они, вот я не знаю, ну, вот не мой аромат, они хорошие, они мягкие, они экономные даже в какой-то степени, но вот, ну, мне кажется, и дорого, и неприятно пахнет, да, они для чувствительной кожи, может быть, они пропитаны каким-то полезным содержимым, да, но вот, ну, буду брать иногда, ну, вот душа у меня к нему не лежала, и вот такие вот подгузнички опять, Хагис Классик, это у нас пятерка 11 штук, о них я уже тоже не раз не раз говорила, как разнообразие по скидочке обязательно захватываю с собой, когда нахожусь в магазине. Итак, это были все мои пустые баночки, моего любимого ненаглядного сладкого сынулика, оставляйте свои комментарии, очень хочу с вами подискутировать на тему подгузников, как мы раньше без них жили. Всем огромное спасибо за просмотр, и до встречи в новом видео, пока-пока!